Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня торги в Азии проходили на хорошем подъеме. Акции росли с оглядкой на Уолл-стрит, которая все еще оставалась подавленной. Аппетит к риску в Азии связан с надеждами на конструктивный диалог между Россией и Украиной. Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 1,6%, отойдя от минимума с ноября 2020 года. Японский Nikkei поднялся на 3,8%, что является самым высоким показателем почти за 21 месяц. И давайте посмотрим, что именно произошло в Азии с другими активами. Индекс доллара сегодня перешел к росту. Трейдеры ждут серию макроэкономических данных по Соединенным Штатам. В центре внимания будет недельный отчет по рынку труда и индекс потребительских цен. Инфляция в стране, как ожидается, выросла в феврале на 7,9% за год, а в месячном выражении на 0,8% против инфляции в 0,6% месяцем ранее. Показатель может вновь обновить 40-летний максимум. Более высокая инфляция подтолкнет ФРС к повышению базовой ставки и ужесточению монетарной политики, что, конечно же, благоприятно для позиций доллара США. Покупки американской валюты остаются предпочтительными на фоне геополитической напряженности вокруг Украины. И на этой неделе доллар протестил отметку 99 пунктов. И, как ожидается, в ближайшие дни или недели будет покорен очередной максимум – это планка в 100 пунктов. Впрочем, перед покорением очередной вершины может быть консолидация вокруг текущих уровней. Коррекционные движения имеют потенциал просадки в область январских максимумов к отметке 97,50. Улучшение настроений на рынках оказывает давление не только на доллар и на защитный актив в японскую иену. Пара USDJPY все-таки смогла выпраться из диапазона, пробив вверх на азиатских торгах отметку 116,00. После уверенного прорыва значения 115,80 это было несложно. Котировка получила вектор направленного движения, включая возможность роста и закрепления выше отметки 116,00 и далее. Теперь на этой вершине нужно задержаться. Если пара USDJPY потерпит неудачу и вновь сползет в диапазон, то в течение следующих дней она рискует уйти обратно в OB114,70. Более четкое направление пара получит уже после сегодняшней публикации данных по инфляции в США. На следующей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке. Предвкушение повышения ставки может активизировать покупателей доллара. Теперь рассмотрим изменения с австралийскими активами. Акции этой страны закрылись ростом в четверг. Бумаги банков и технологических компаний выросли на фоне надежд на некоторый прогресс в российско-украинских дипломатических переговорах. Так индекс S&PASX200 завершил торги ростом на 1,1%, и это стало лучшей сессией с 9 февраля. Рыночные настроения поддерживаются перспективами мирного завершения текущего конфликта. Вместе с тем ралли в Азии является неустойчивым и восприимчивым к резкому развороту. Что касается австралийского доллара, то здесь ощутимых изменений не произошло. Тем не менее, пара AudiUSD торговалась в плюсе. Покупатель демонстрирует слабые попытки возвращения к недавним максимумам выше 0,7400. Покорение вершины 0,7500 все еще остается целевым. Вряд ли это случится в ближайшее время, по крайней мере на этой неделе, в отсутствии весомых факторов поддержки для австралийского доллара. Экономический календарь по Австралии пуст. В пятницу состоится очередное выступление главы Резервного банка Австралии. Если не поступит никаких новых и неожиданных заявлений, то пара завершит неделю в актуальном на данный момент диапазоне – 0,7170 и 0,7370. Основной тон в паре AudiUSD сейчас все же задает доллар США. А на этом у нас пока все, таковы основные новости азиатской торговой сессии на сегодня, а мы внимательно следим за ситуацией на рынках и снабжаем вас актуальной аналитической информацией, ждем ваших вопросов и комментариев. Спасибо вам за внимание и до встречи!